Ныть, США, своими шагами в Сирии и на Украине Трамп еще больше отталкивает союзников, которые и так уже на стороже. Стивен Эрлангер, Тенеу-Йорк Тимис, США 28 октября 2019 года Американские союзники в Европе уже научились закладывать выходки Трампа и навязчивые идеи в смету, но зависимость от ненадежного президента пугает их все больше. Брюссель, европейские лидеры давно смекнули, что союзник из президента Трампа, с его громкими выходками, резкими сменами настроения и неожиданными капризами, ненадежный. Их пугает его противоречивый подход к НАТО, оскорбляет его личные нападки и возмущает его манера вмешиваться в работу компаний и рынков с торговыми мерами и экономическими санкциями. Досели европейцы разве что сетовали, но не больше. После недавних действий Трампа в Сирии и на Украине ситуация грозит измениться. Оптимисты утверждают, что предательства Трампа в обоих конфликтах вышли за рамки допустимого и рискуют ускорить европейскую интеграцию и постепенное отдаление от США. Другие в этом не столь уверены. Но все единое в том, что Трамп в корне дестабилизировал ближайшие окружения Европы. Причем, настолько, что без совместных ответных действий уже не обойтись. Если, конечно, европейцам по силам объединиться. Ранее в этом месяце Трамп вывел американские войска из Сирии, согласился на турецкое вторжение, бросил на произвол судьбы курдов, которые стерегли джихадистов из Европы. В ходе расследования в рамках импичмента выяснилось, что в течение года он решал на Украине личные вопросы в ущерб государственным интересам. Оба эти эпизода на руку президенту России Владимиру Путину, он всячески расшатывает европейские демократии, подрывает единство Запада, а во вторник оказал прием своему новому другу, президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, члену НАТО. И пока европейские лидеры готовятся к встрече членов НАТО в Лондоне в начале декабря, своими капризами Трамп проверяет на прочность способность Европы адаптироваться и действовать сообща. Европейцы попали в зависимость от ненадежного президента, считает Робин Ниблетт. Робин Ниблетт, директор лондонского ЧТМ Хауса, Королевского института международных отношений. Это лишний раз подчеркивает, насколько вообще европейцы зависят от США, добавил он, не только в противостоянии России, но и в защите интересов Запада на Ближнем Востоке. Смогут ли европейцы переломить ситуацию? Внезапный вывод американских войск из Северной Сирии и решительный ответ Путина потрясли европейцев. Вопрос в том, насколько глубоко все это лишь подталкивает европейские правительства взять на себя часть ответственности за собственное окружение, считает Ниблетт. Но это вовсе не значит, что они так и поступят. Европейский парламент готовит резолюцию с осуждением турецкого наступления и требованием новых санкций. Однако мнения стран по этому вопросу разделились. Американские союзники уже привыкли к повадкам и выходкам Трампа и поняли, с чем имеет дело, но это совсем другое дело, считает Марк Леонард. Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям, это лишь подливает масла в огонь их сомнения в надежности США. Трамп ведет себя настолько легкомысленно, что его союзники даже не рискуют назвать декабрьскую встречу саммитом, признают чиновники НАТО. Состоится лишь прием в Букингемском дворце и утреннее заседание в отеле в гольф-клубе в час езды от Лондона. Причину тому, говорят чиновники, следует искать в том разносе, который Трамп учинил союзникам из-за расходов на оборону в ходе прошлого саммита в Брюсселе в июне 2018 года. Успокоился Трамп только тогда, когда премьер-министр Нидерландов Марк Рютти сказал ему, «Дональд, мы все поняли, надо покупать больше американского оружия». А президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал, «Понятно, нам нужно тратить больше, чтобы вы могли сэкономить». Подобные замечания говорят о том, что презрение Европы к Трампу постоянно крепнет, причем, это началось еще до вмешательства в Сирию и на Украину. Европейские правительства о Трампе невысокого мнения, признает Чарльз Грант, Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ. Они понимают, что с США придется сотрудничать в любом случае, но про себя отмечают, что Трамп не способен мыслить стратегически, ведь он собственноручно отдал победу в Сирии русским. Особенно болезненно сирийский шаг Трампа восприняли во Франции. Там американским непостоянством недовольны еще с 2013 года, когда президент Барак Обама наплевал на собственную красную линию и отменил авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку со стороны осады его режима. Париж узнал об отмене в последний момент, когда французские самолеты уже были готовы к вылету на цель. Французы посчитали, что их бросили. И это после того, как они укрепили сотрудничество с Вашингтоном за годы президентства Николя Саркози, нечалось Саркозе, и Франсуа Оланда, Франча и Саланде, и вернулись в командную структуру НАТО. США обращается со своими союзниками с невиданной фривольностью, отметил Леонард. На прошлой неделе на пресс-конференции после саммита в Брюсселе Макрон высказался по поводу одностороннего шага Трампа в Сирии, не скрывая сожаления. «Я то полагал, что мы все союзники по НАТО, и США, и Турции. Но решение США вывести войска я прочел в Твиттере», — заявил Макрон. На вопрос о бессилии Европейского Союза, он ответил, «Я полностью разделяю ваши возмущения». Но такие решения льют воду на мельницу европейских сил, которые, подобно Макрону, пытаются укрепить стратегическую автономию Европы, причем, как в военных, так и в финансовых вопросах. Ведь с некоторых пор европейцам приходится ограждать свои кампании от американских пушлин и вторичных санкций против Ирана. Макрон добивается, чтобы союзники увеличили расходы на европейскую оборону, особенно напирая на французские вооружения, чтобы Европа хоть что-то могла противопоставить американской привычке пренебрегать многосторонними обязательствами. Но, несмотря на единую европейскую систему регулирования финансовых и торговых вопросов, во внешней политике Евросоюз нередко остается разрозненным блоком из 28 стран. Европа расколота, согласен Леонард. Одни глубоко обеспокоены происходящим и хотят сделать Европу, способной не только защитить себя в военном отношении, но и побороться с экстратерриториальными санкциями США и экономическим давлением Трампа. Другие же считают, что лучше смириться и унижаться перед Трампом. Например, поляки в сдерживании России полагаются лишь на США. Но есть и третьи, вроде Германии. С риторикой Макрона они согласны, но от конкретных действий, будь то расходы на оборону или санкции, воздерживаются. Но чем активнее Трамп и Конгресс следуют национальным интересам и давят на европейских лидеров Европы, угрожая торговой войной и сопля оскорблениями, тем больше стран переметнется во французский лагерь. Отношение европейцев к США пошатнулось от структурных перемен, считает Мануэль Мунис. Мануэль Мунис – декан школы глобальных и общественных отношений Мадридского университета бизнеса. В пример он привел сомнения Трампа в целесообразности НАТО и коллективной обороны вообще, его отказ от Парижского соглашения о климате и ядерной сделке с Ираном, торговые пошлины на европейскую стали алюминий – резкие оповеди отдельным европейским лидерам, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, Ангелу Меркель, и бывшего британского премьер-министра Терезу Мэй, Тересу Май, и, наконец, отношение ряда его послов к принимающим странам. Трамп по своему прав, когда ругает европейские вооруженные силы, называя солдат бездельниками, считает Муниц, ведь европейцы постепенно сдали ответственность за собственные интересы и судьбы. Но учитывая всю ненадежность Трампа как союзника, европейцы не применут ускорить процесс интеграции в области обороны и безопасности, считает он. Во многих уголках земного шара превращение Америки из каменной твердыни в ненадежного союзника теперь уже не вызывает сомнений. Ненадежность Америки как глобального лидера, союзника или партнера больше не вызывает сомнений, и каждая страна приспосабливается по-своему, причем не только в Европе, считает Шлома Бен Ами, бывший министр иностранных дел Израиля, а ныне вице-президент Толецкого международного центра мира. Курды и турки поспешили заключить сделку с Москвой, а Индия все теснее сотрудничает как с Россией, так и с Китаем. Южная Корея старается сблизиться с Северной, и даже Саудовская Аравия пытается улучшить связи с Ираном. Написал он в статье для Project Syndicate, про ECHT Syndicate. Проблема не только в том, что Трамп делает, но и как, считает Леонард. По его мнению, это уже не просто привычный национализм в духе Америка превыше всего, альянсы строятся на предсказуемости, а Трамп – сама непредсказуемость. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...